Христос воскресе! Истина воскресе! Сегодня память совершается Амбросия Медиаланского. Я считаю, нужно хотя бы несколько слов сказать об этом человеке. Он родился в городе Трир. Это одна из древних городов Римской империи. Ныне это Германия. Значит, родился в семье знатных людей, получил юридическое образование, которое в те годы заменяло собой высшее образование. Юристы это люди, получавшие в случае хорошего образования открытые двери по социальной лестнице наверх. Они могли занимать самые важные государственные должности и посты. Амбросия взяли в Рим сначала. Там поработал. Потом назначили префектом в город Милан. Медиалан. Нынешняя столица моды, Северная Италия. Тоже древнейший город Римской империи. И там он еще был не крещеным, но уже верующим человеком. И был избран во епископа Медиалана при чудесных обстоятельствах. В церкви существовали тогда еще такие традиции широкой демократии, и епископов выбирали люди. Это не совсем... Я говорил уже об этом не раз и еще расскажу тем, кто не знает. Это не совсем хорошо. То есть это, конечно, хорошо, когда город выбирает себе епископа. Но тогдашние города – это сегодняшний районный центр по количеству жителей. Там реально все-всех знали. Сегодняшний город – это настолько огромное явление, что выбирать в городе – это сложно. Во-первых. Во-вторых, даже когда люди выбирали того, кого знали, они делились на партии и враждовали между собой. И выбирали не того, в ком Христос живет, а выбирали по взгляду своих глаз человеческих. Женщинам нравился высокий и красивый, богатым нравился старый и богатый, там, мудрым нравился начитанный в книжках, аскетам нравился аскет. Они делились на партии, и ссорились, и дрались, и зафиксированы случаи кровопролитных драк внутри церквей во время выборов епископа. Люди пускали вход ножи и убивали друг друга прямо в храме. Иногда десятками. Это зафиксировано в истории. Однажды при выборе римского епископа храм обогрелся кровью более чем десятка человек. Поэтому, конечно, это хорошо бы, например, сегодня бы, выбирать бы нам, что было в русской церкви до 18 века. Священник выбирал мир, приход. В селе выбирали священника люди. Этого хотим. И все. Но он может, конечно, самоотвод дать. Может не пойти. А сегодня все административно. Прислали, забрали, назначили, прислали. То есть народ сейчас ничего не выбирает. Это, конечно, трудно. Это не есть совсем хорошо. Но и не есть совсем плохо, потому что выборные процедуры тоже угрожают хаосом и вакханалием. Это было всегда, и было бы и у нас, если бы это было. И вот для того, чтобы люди, выбирая в храме епископа, не превратили храм в поле битвы, там обязательно присутствовали вооруженные стражники, порядка, и начальник полиции города, или там префект, как они тогда говорили. Этим префектом был Амбросий. И люди очень долго выбирали епископа, как всегда, и не могли выбрать. И какое-то дитё закричало, Амбросий, епископ! Амбросий, епископ! Причём дитё, судя по всему, даже такое, которое не должно было говорить, как в псалмах. Восьмой псалом говорит. Когда я говорю восьмой псалом, вы тут же зафиксировали в голове записной книжки в органайзере. Бам! Восьмой псалом. Пришёл домой, прочитал. Если я даём ссылку на какое-нибудь писание, на писателя или на главу писания, там говорю, там Исаия, все третья глава. Сразу бам! Записали, пришли, домой побежали, чтобы не забыть. Открыли, прочитали. Я не просто так всыплю вам эти зёрна, чтобы выклевали их. Иначе бестолку. Иначе всё будет бестолку. Значит, в восьмом псалме, в пророчественном псалме восьмом, в котором описывается вхождение Христа в Егусалим, пророчески, говорится, что из уст младенцев и с сущих, сосущих грудь ты совершил хвалу. Златоуст говорит, что действительно можно полагать, что кричали Асанна, сыну Давидову, дети, не могуще говорить по природе. Потому что груднички, сосущие грудь, ещё не разговаривают, как правило. Ну, разве что, если до трёх лет кормить грудью ребёнка, тогда, конечно, у него уже и зубы есть, он уже и разговаривает, и всё ещё грудь сосёт. Такое тоже бывает. А в древности было. Вот младенец какой-то, прям как при входе в Иерусалим, закричал, что Амвросий епископ. Стали искать Амвросия. Нашли, он там был один такой, Амвросий. Оказалось, что он не крещённый. Но надо было ему быть епископом, и, в общем, народ понял, что здесь какой-то есть голос Божий. И его взяли в эту святую службу, но он не хотел. Григорий Богослов говорит о епископстве примерно так. Он говорит, по кафедра, ну, кафедра – это епископский трон, говорит, завидная и опасная высота. Завидная, потому что многие хотят забраться туда. А опасная, потому что падающие с кафедры уже костей не соберут. То есть, если ты залезешь туда, а потом брякнешься вниз по каким-то причинам, вряд ли ты спасёшься. И Златоуст говорил, что думаю, что из нас, священников, мало кто спасётся. За что, собственно, его и не любили. Он правду говорил. И Григорий Богослов говорил, когда уходил с кафедры Константинополя, говорит, кого хотите видеть на моём месте? Говорит, пусть он лучше будет достоин зависти, чем презрения. Если по мне на моё место придёт тот, которого будете презирать, плохо будет. Пусть лучше завидует. Потому что зависть – знак успеха, а презрение – это знак неудачи. Это вообще опасная тема епископства. Есть люди, которые ночуют с мыслью, когда же я им стану, и всю жизнь проживают в этих мечтах, в этих страшных грёзах. А есть люди, которые убегают от епископства. И в истории церкви есть тысячи примеров того и тысячи примеров того. Бывали случаи, когда священник, когда люди находили, например, достойного какого-то пастыря или монаха, и говорили, мы хотим тебе сделать епископа. Он когда слышал это, он начал убегать от них, просто как от преследования, так от убийц. Они гнали за ним, иногда днями и неделями. А когда догоняли его и ловили где-нибудь, он брал себе нож и отрезал себе ухо, например. Говорит, я себе спорю живот, я не буду епископом, я никогда не буду епископом. Он говорит, режь себе что хочешь, но ты будешь епископом. И крути, такие вот детективные истории были. Например, в Египте, когда монахов хотели делать епископа, а монах говорит, да убейте меня, я не буду епископом. Мне не нужно это, я хочу быть монахом. Вот такая церковь тоже есть. И есть те, которые спят и видят себя на этом месте. Поэтому Амвросий очень интересен в этом отношении. Это чрезвычайно интересная фигура. Говорит, да не хочу я. Надо ума не иметь, чтобы лезть в нюанс. Потому что там надо за всех отвечать. Вот. И он что делал? Он начал водить себе днем публичных женщин. Прям днем, чтобы видели, что вот его дом, вот дверь его дома. И он, кстати, этих барышень, которых за километр заметно, он начал себя водить днем. Народ ему сказал, мы знаем, что хороший человек. Этими фокусами нас не купишь. Води себе, кого хочешь, но ты будешь епископом. Это тоже очень важно, потому что, например, в Новгороде был такой святой Иоанн Новгородский. Ему бес отомстил тем, что он на глазах людей выбегал из его кельи, как полуодетая женщина. Несколько раз такое было. То есть, ну, мультики в глазах у людей. Люди же, если люди бесом Вадима, если люди Духа Святого не имеют, бес может представить тебе в глаза, что хочешь, любую картинку. И вот этот лукавый дух выбегал из его кельи, как ногая женщина. Раз выбегал, два выбегал. Они взяли его, вытащили за шиворотом из кельи. Нам не нужен епископ-блудник, и выгнали его. И потом, должны были быть какие-то серьезные события произойти, чтобы его вернули, чтобы не поняли, что это было бесовское, это не человеческое было, что он аскет и девственник. А с этим наоборот было. Он специально себе водил. Они говорят, не, мы тебе не верим. Мы не верим тебе, даже не думаем. Так же нужно быть еще таким духовным человеком, людям, понимаете? Или чтобы он видел как бы явный соблазн. Но он не верит соблазну. Обычно людям только глазиком подглядеть за каким-то таким сомнительным каким-то событием. И все, уже готово осуждение. Уже шесть томов написано, уже всем все рассказывали. А здесь людям нагло в глаза как бы совершается соблазн какой-то. Я не верю. Я этому не поверю. Представляете? Это были такие, такая была паства в Медиалане на то время. Потом Амбросий вышел из города и ушел из него. Для того, чтобы не быть в этом городе Ефискотом. И он шел всю ночь, не останавливаясь. Шел, 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 ободрал себе ноги, измучился. Весь в предутренней росе измокший, уставший. Он уперся в стену какого-то города. И это оказался Медиалан. То есть он шел всю ночь, совершил какой-то круг такой, значит, такой и уперся в стену того же города, из которого хотел бежать. И он понял, что ему некуда бежать. Ну, нужно быть епископом. Он стал епископом. У него, поскольку было хорошее образование и поэтическое, и риторическое, и юридическое, он начал писать гимны. Один из них мы поем на службе. Это Тебе Бога хвалим, Тадеум Лаудамус. Значит, Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем. Это такая высокая такая латинская поэзия церковная. Потом, чтобы не забыть, служебникам иногда есть молитва Амбросия Медиаланского для священников, готовящихся служить литургию. Это просто песня какая-то. Она, в принципе, и простым людям тоже может быть полезна для чтения, но в основном это такое иерейское молебствие. Я даже некоторые вещи вам зачитаю, чтобы вы поняли, ну, как бы больше поняли, что за человек святой Амбросий. Вот он говорит про литургию. Это нужно и нам. Сделай так, Господи Иисусе Христе, благодатью Твоею, чтобы я всегда о величестве тайна причастия веровал, разумел, чувствовал, твердо держал, глаголил и мыслил Тебе подобающее и души моей полезной. Да войдет в сердце Моя Дух Твой благий, гласящий безгласно глаголюющий всякую истину таликих таинств. Отстави от меня, Христе мой, и от всех рабов Твоих духа гордыни, тщеславия, зависти, ярости, блуда, нечистоты, неверия и хулы. Да погибнут гонящие нас. Слышите, какое дерзновение? Да погибнут гонящие нас и да посрамятся, погубите нас чащееся. Или следующее, например, он говорит, молюсь Тебе, Господи, ради благодати Твоей эту небесную жертву мне сегодня со страхом, трепетом, в чистой совести и с излиянием слез, в радости духовной и в божественном веселье приносить. Да ощутит ум мой, запоминайте, это очень важнейшие слова, да ощутит ум, ум мой, божественную пришествия Твоего сладость и ополчение святых ангел Твоих по крестмине. Он просил Бога о том, чтобы когда будет приноситься бескровная жертва, чтобы ум его ощутил пришествие Христа и сладость ополчения ангелов. Это тоже всех касается. Потому что человек может стоять на службе, как животное в хлеву, ничего не понимать. А покойник, смотрите, как красиво молится. Молюсь Тебе, Отче Святый, о душах верных приставившихся, да будет им в избавление, спасение, отраду, в вечное веселье. Сие великое благочестие таинства. Что такое великое благочестие таинства? Слова из послания к Тимофею, где говорится, Павел говорит, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. И таинство тела и крови Христова это тоже великое благочестие тайна. Потому что Бог является во плоти. Нам через хлеб и вино подается тело и кровь Иисуса Христа. Это великое благочестие «Всецелое, совершенное утешение от Тебя, хлеба истинного, живого, с небес шедшего, дающего жизнь миру, от плоти Твоей святой, агнца нескверного, напой их, напои их потоком благости, от прободенного ребра истекшем, дотем возвеселение и радуется, во хвале и славе Твоей святой». Это длинная довольно молитва, она, по сути, даже, мне кажется, это просто молитва Евхаристии, переложенная уже в отдельный вид, но я чувствую, то есть, мне ничего более красивого, я о литургии ничего не читал, даже у отца нашего великого Василия отличается, отличается. Смотрите, он говорит, «Хлебе чистейший, всякой сладости исполненной, войди в мое сердце, и сладостью благовония Твоего наполни внутренние души моей, хлеб святой, хлеб живой, хлеб вожделенный, с неба сходящий, дающий жизнь миру, войди в сердце мое, очисти меня от всякой скверной плоти и духа, войди в душу мою снаружи и внутри, освящая, просвящая, и будь мне хранением всегдашним для души и телу здравия». «От жени от меня находящих на мя, исцели душу мою, чтобы кроме Тебя никакой не хотел красоты». Слышите, какие слова великие? «Исцели мою душу, чтобы я кроме Тебя ничего не искал, никакой красоты, хлеб живой, хлеб святой, хлеб вожделенный». То есть, я себе представляю, как он молился на этой литургии, если он так ее чувствовал. Из всех его таких трудов и подвигов он вошел в нашу историю как бесстрашный обличитель власти, при том, что власти были православные, а римские императоры тогдашние, в том числе и православные василевцы, это были люди, одетые неописуемой славой и величием в глазах своих подчиненных. Значит, был такой случай, что в городе Салоники, нынешние Салоники, Фессалоники, возник какой-то мятеж, и люди перевернули статуи императора, а оскорбление изображения императора, переворачивание статуй в том числе, это считается статья, такое, оскорбление величества. Эта статья была и есть во всех странах монархического порядка. Просто, чтобы так вам, до сегодняшнего дня, недавно читал какое-то интервью или статью одного нашего миссионера, пастыря и романаха, или архимандрита, который несет службу в Таиланде. А Таиланд – это королевство. И он с большим почтением говорит им, «Его величество король Таиланда дал нам возможность здесь служить, его величество король Таиланда позволяет нам служить богослужение, его величество король Таиланда». Это очень важно, потому что Таиланд вроде маленький, но, понимаете, мы живем в то время, когда младшие не уважают старших, когда никто не уважает власть, когда власть десакрализована. У людей нет понятия того, что власть, в принципе, это такое довольно мистическое понятие. У нас сейчас нет этого. Мы просто как бы живем в хамскую эпоху. Когда каждый хочет залезть повыше, как бы никого не уважает. А тогда раньше такого не было. Вот это для примера Таиланд. Там есть король. Он говорит, вы должны знать наши законы, если будете ехать сюда на отдых. Потому что если вы, например, вдруг возле портрета короля высморкаетесь, ну не заметите, ну висит какой-то портрет какого-то там дядьки, а вы, например, там, допустим, что-то там отхаркнули, захотите, сплюнете как бы. Вас ждет тюремное заключение или сумасшедший штраф. Говорит, я не знал, кто это такой. Это тебя не извиняет. Это будет по статье оскорбление величества. Мы сейчас можем плевать в любые портреты. Многие так этим занимаются. Анекдоты про всех рассказывают. Такого нет в монархиях. Даже сейчас. Боже, тебя сохрани бычок бросить на улицу, а еще возле портрета монарха. Во-первых, полицейские с земли повырастают. Эти кости поломают. Пока довезут до участка, тебя просто изувечивают. А потом ты сидишь в тюрьму там. А если у тебя там наркотики наедут, даже не балуйтесь. Там наркоманов, распространители и потребители расстреливают из крупнокалиберного пулемета. От них ничего не остается. Одни перья и пух. Только волосы и кровь. В куски просто разлетаются люди. И там помилования очень редкие. Это королевство. Это монархия. Монархия всегда лучше демократии. Для верующего человека. Но это не те карикатурные монархии типа шведской там какой-нибудь или датской. Не знаю, что от них там осталось. А вот я к чему это говорю. Когда жил Амбросий, то свалить статую императора, ну это все. И там было все. Послали войска и перерезали в городе около 7 или 8 тысяч человек. Просто перерезали. Просто взяли в кольцо город, сомкнули ряды и шли, резали всех подряд, кого видели. За то, что город возбух против императора. В тогдашних понятиях ничего страшного не произошло. Город охамел, император их наказал. Жизнь продолжается. Тогда никто не плакал о таких вещах. Потому что у всех смерть была перед носом. Но христиане должны поступать по-другому. А Феодосий был христианин. И когда он пошел причащаться в ближайшее воскресенье, Амбросий вышел к нему прямо на паперть и не пустил его в храм. Не то, что не причастил его, он его в храм не пустил. Говорит, ты не смеешь зайти в святилище. То есть тебе нога твоя храм, порога храма не переступит. Это невозможно представить себе. Если бы сегодня какой-нибудь поп, например, не присетил губернатора, то это была бы жалкая карикатура по сравнению с тем, что сделал Амбросий. Потому что император Рима, это была такая фигура, которую нам не с кем сравнить. Тень императора боялись как-то оскорбить, непочтение выразить. И вдруг епископ выходит и говорит, ты не можешь зайти в храм и не войдешь в него. Не то, что причастить, тебе запрещено. Ты пролил много крови, много невинной крови. Что вы думаете, Феодосий смирился? Феодосий каялся, Феодосий не мстил императору. Для сравнения, пожалуйста, многие потом пытались это повторить. И многие потом были беспощадно убиты. Например, в Англии за сопротивление королю убили канцлера Томаса Беккета, например. Да не только его одного, многих других. У нас, например, во времена Ивана Васильевича IV, митрополит Филипп сказал ему, надо прекращать опричину. Пока мы в храме служим литургию, там льется кровь, где убиваются неповинные. Что было с Филиппом? Мы вытащили патриарха, митрополитовины, из храма, прям за шиворот, содрали с него, как с последнего, все священные ризы, по дороге избили, посадили в подвал, в подвале задушили. Против царя рот расколочено. Мученик Филипп. У нас было на московском престоле два мученика. Филиппа задушили свои, Ермогена замучили голодом чужие, поляки. Два митрополита, патриарха, да? Ну и Тихон исповедник. Значит, вот, пожалуйста, то есть против власти попереть, это очень серьезное дело. У нас, повторяю, против начальника ЖЭКа не попрешь иногда. Понимаете? Уж тебя так, значит, найдут тебя, как смирить, как бы. И смирят, и смиришься. Не то, что уже про губернаторов каких-нибудь, там даже речь не идет. Некоторые из них просто маленькие цари, и все их боятся. Пока их не посадят, то все их боятся. А так, чтобы против там президента, там вице-президента, премьер-министра, короля, царя, вот так вот подняться и говорить, стоп, тебе здесь не место. Вот это великая вещь. За это одно Амбросий навсегда вписан в зал славы Церкви Божией, как небоящийся человек. Ну, кстати, такие вещи бывают даже, вот недавно было такое, в печати такое было, вы знаете, вот эти выборы эти надоевшие американские, там этот старенький человек по имени Джо Байден, он католик. Он рима-католик. Это второй случай после Кеннеди, когда рима-католик, возможно, займет главное место в Белом Кабинете, в Белом Доме, в Овальном Кабинете. То есть у них все там протестанты, а католики бывают очень редко. Байден-католик, но при этом он за суррогатное материнство, за аборты, за генную инженерию, за всякий, значит, трансгуманизм. И однажды была информация недавно, что он в воскресенье ходит в церковь, постоянно. Мы можем их осуждать, ругать или так далее, но они в церковь ходят не для того, чтобы перед камерой постоять. Они ходят в церковь, потому что так надо. В воскресенье не все в церкви. Закон такой. Если бы мы так делали, мы бы жили чуть-чуть лучше, чем мы живем. И он пришел в воскресенье в церковь, и священник местной церкви, обычный католический паттер, этого человека, который сейчас уже будет президентом, скорее всего, он его не пустил к причастию. Говорит, за то, что вы в публичной деятельности поддерживаете практику абортов. Вы не имеете права причащаться. Вот сегодня такое, пожалуйста. Где у нас такое? Да, при всех сложностях наших отношений с католиками, католики такие, мы такие, похвалиться. Какой петух не хвалится? Нет, удачи, что он самый сильный. Ясно, что мы самые хорошие. Но у нас нету такого. И у нас много православных депутатов, губернаторов, разных мэров. Он у себя на рабочем месте, он делает вообще какие-то змейские вещи. А потом приходит в церковь, делает Богу глазки, говорит, я каюсь, Господи помилуй, как все хорошо. Нужно покрестить кого-то, или отпеть кого-то, или просто прийти. Они в храме одни, на работе другие. А смысл не в этом. Смысл в том, что ты на работе будь православным. Потому что ты там набедокуришь за неделю, потом придешь здесь отмываться. Потом опять пойдешь туда и будешь выполнять какие-то змейские приказы. В этом нет смысла. Это какой-то издевательство над Иисусом Христом. Ты там, на рабочем месте, веди себя как православный христианин. А иначе не ходи сюда. Тебе здесь нечего делать. У нас раз за разом принимают какие-то змейские законы. А если мы потом проверим, кто за него голосовал, окажут, что там половина голосовавших крещеной православной церкви. Они потом приходят причащаться. А мы их причащаем, потому что мы не знаем. Откуда мы знаем? А суть не в этом. Суть в том, чтобы, если ты православный, например, ты православный врач. Значит, будь православным врачом. Ты не можешь совершать операции по перемене пола, если ты православный врач. Не можешь. Ты можешь лечить зубы, печень, глаза, мозги. Что хочешь лечи. Но есть вещи, которые ты не имеешь права делать. Если ты православный врач, ты не можешь делать аборты. Не можешь. А он как бы... Если ты православный юрист, ты не можешь за деньги посадить невиновного. Не можешь. Ты не можешь с черным риэлтором оформить документы, чтобы отобрать у бабки квартиру, как бы, значит, выгнать ее на улицу, там, заселиться каким-то цыганом, там, значит, в украденную квартиру. Не можешь ты разделить свое православие на то, что в храме я православный, а на работе я преступник. А если ты так делаешь, тогда мы имеем право знать про тебя и не пустить тебя на порог храма. Не то, что не причастить тебя, а даже, если ты помрешь, не дай бог, даже не отпевать тебя. Не отпою тебя никогда. Пусть тебя отпоют твои злодеи из тех организаций, в которых ты с ним был повязан преступными схемами. Это и есть церковь. И у нас такого нет. Пока нету. Или совсем нету. Я не знаю. Ну, было. Потом сплыло. А вот сегодня, на Западе тоже такое нечасто встретишь, что гораздо лучше с властью там поручкаться, посяскаться, там, что-нибудь у них взять, что-нибудь им пообещать, там, как бы трали-вали, как бы все-все хорошо. Кукушка хвалит петуха, потому что хвалит ему кукушку. Но в Росе был не такой. Он имел смелость императору в лицо сказать, нельзя, не имеешь права, отойди, шаг назад. Говорит, приступите, а вы отойдите. Фу, класс. И ради этого случая, собственно, всю эту канитель можно и завести сегодня. Потому что, конечно, нужно, чтобы православие было не только в храме. Если ты учитель и православный, на тебя накладывается куча разных обязанностей. Ты должен учительствовать в духе святом, в духе Церкви Божией и в евангельском духе. Если ты потом доктор, или ты прокурор, или адвокат, или ты, не знаю, кто бы ты ни был, начальник стройки. Например, ты владеешь какой-нибудь строительной фирмой. Да уже даже здесь будет видно, ты вообще по Евангелию живешь. Или ты просто вор банальный. Обычный вор, который в строительстве можно найти не так уж трудно, потому что там два пишем, семь в уме, значит, там асфальт не довезли, значит, там бетон пропал. Значит, только это стройка. Там все спишется потом, там ничего не найдешь. Там концов не найдешь в стройке. И будет сразу видно, ты православный строитель, или ты просто вор, у которого крестик на шее. И в принципе это очень важная вещь, понимаете, потому что мы так разделили так веру хитро. Ну, в храме верьте. А за пределами храма, во-первых, молчите, а во-вторых, вас не различишь. Потому что вы все поступаете одинаково. То есть непонятно, кто верующий, кто не верующий вне предела храма. Все поступают в принципе одинаково. Тот украл, тот украл, тот матюкнулся, тот матюкнулся, значит. Тот напился, тот напился, значит. Тот пошел к бабе, тот пошел к бабе, не к своей, к чужой. А потом тот не пошел в храм, тот пошел в храм, вот и вся разница. Да с такой жизнью, слушайте, еще большое удивление, как мы живем до сих пор, честно говоря. Если христианство не исповедуется постоянно, если оно не превращается в цель жизни, если оно тебя не мотивирует на конкретные поступки, тогда у тебя нет веры. Ну что-то есть какой-то зародыш такой, но этот зародыш будет выкидышный. Потому что не все же зачатое донашивается, не все же зачатое рождается. Бывает, что срываются беременности, зачалось, не доносилось. То есть, может быть, вера и зачалась в твоей душе, но слишком много было соблазнов, слишком много каких-то противоположных желаний. Это зачатое выверглось из тебя, и ребенком не стало. Так что я, собственно, сегодня только ради этого святого и говорю про Амбросию, потому что он нам сияет, по сути, как бы один, за исключением Филиппа нашего, которого убили за то, что он сказал правду. Этого не убили. То ли он был сильнее, то ли Феодосий был смиреннее. Великий Феодосий, не знаю. Что-то здесь сработало такое, что Амбросий еще жил, жил и дальше жил. У нас обычно такое непрощадливое условие. Его мощи лежат в соборе Санто-Амброджо, в Милане, посреди двух мучников, у которых тела он обрел, Гервасия и Протасия. Туда можно, ну сейчас ясно, сейчас осложнение с путешествиями, но в принципе, если в Милане ехать, то ехать только к Амбросию. Больше там делать нечего. Все остальное есть везде. Чтобы поесть пиццу, в Италию ехать не надо. Чтобы тряпку итальянскую купить, тоже в Италии делать нечего. Сейчас тряпки везде одинаковые, в Китае пошиты, только лыбы переклеены. И пицца продается в Москве такая же, как в Италии. Ну, с какими-то, может быть, отличиями несущественными. Если куда-то ехать, то только к святым. А больше ехать никуда не надо. И в принципе, хорошо, что закрылись границы, пустые самолеты, значит, в аэропорту Шаромпакате можно в футбол играть в этих терминалах. Хорошо, потому что то, что было, было плохо. Потому что путешествовали ведь не за знаниями, и не за благодатью, и не за расширением кругозора, и не за безгрешными удовольствиями. А путешествовали за мусором, за грязью, за пылью, прахом и грехом. Только за этим и путешествовали. Либо плоть свою, значит, такую жиреющую погреть на солнышке в теплой стране, либо какой-то греха набраться. Там, где тебя никто не знает. Вот, собственно, за этим и путешествовать. И Господь это все схлопнул, и слава тебе, Господи, и очень хорошо. И прекрасно, значит, что не будет корпоративов этих бешеных, значит, там, где один бездарный артист, как бы, съест зарплату маленького города. Ну, как бы, по суммарному, получит гонорар, который, как бы, будет равен бюджету маленького городишка. Артист, который поет ртом, как бы, под фонограмму. Ну, это безобразие. Этого не будет. Все, конец. Они теперь плачут и воют, как бы. Но в этом тоже есть какой-то смысл. За все Богу слава. Если бы только службу нам не отбирали, чтобы, значит, чтобы эти руки не тянулись к службе Божьей. Чтобы эти руки, которые к службе, я уже подсыхали до самого плеча. От плеча поотпадали. Чтобы службу не трогали. Нам больше ничего не надо. Потому что только служба и Христос. А вам там, вы колбастись там, у кого Бога в душе нет, там с ним вообще разговаривать нечем, честно говоря. Они не знают, зачем живут, как бы, только мешают жить другим. Вот запомните святого Амбросия сегодня. Во-первых, мы два таких жестких урока. Во-первых, Амбросия, видите, он просто себе жил, жил и такие уроки нам нажил. Во-первых, хороший священник, хороший епископ, это тот, кто не ищет епископства и не ищет священства. Тот, кто бежит за ним, тот бывает плохим священником и плохими. От священства нужно убегать. И чем быстрее от него убегаешь, тем лучше. А если тебе суждено быть священником или епископом, оно тебя само догонит. Догонит даже не надейся. Догонит и прыгнет тебе на плечи сзади и возьмет тебя в плен, и ты будешь с епископом или священником. Сколько не убегай. Но тогда ты будешь хорошим епископом или священником. А если ты будешь сам его доискиваться, через деньги, через власть, через знакомство, через хитрость, через, 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 через. Ты будешь чудовищем. Одному монаху, знаете, в древнем потереке говорится, одному монаху все время снилось, что он литургию служит. Вот он прям видел себя в одеждах этих, как он служит, служит прям. Он так вот, в общем, он так мечтал, что вот бы мне священником стать. И потом однажды куда-то он шел, откуда-то куда-то, вот этой пустыне знойной. И вдруг ему навстречу, это какое-то чудовище. Какой-то гермафродит какой-то, который одновременно является и мужчиной, и женщиной, и еще чем-то. И оно само собой совокупляется, это чудовище на пути. И что-то такое, что-то такое, какое-то бесовско-блудно-гнусное такое. Невообразимое для изображения, для описания. Такое страшное. Оно какое-то такое вот это, чувакующее, слюнявое такое, значит, повторяю, само в себе, с собой, находящее какое-то удовольствие. И оно идет к нему. И он замер от ужаса. А оно его обняло и начало его целовать. Говорит, куда ты бежишь от меня? Я именно то, чего ты хочешь. То есть на поверхности твоего сердца ты хочешь быть священником. Но в глубине твоего сердца живу я. Ты хочешь меня. Я к тебе и пришло. Понимаете? Человек же не знает, чего он хочет. Откуда потом эти жуткие истории про невыносимый разврат, про страшные грехи? Среди тех, среди этих, среди вот этих. Потому что на поверхности там было, так сказать, сверху, так сказать, помазано благочестием, а в глубине была тайна. Говорит, ой, думу, снувших не буди, под ними хаос шевелится. А там чудовища ползают, животные малые с великими. Там и море им уже не исчезла, и гаде им уже не исчезла. Животные малые с великими. Мы же знаем, что там сердце живет. Поэтому, когда бежишь от святыни, святыня тебя догонит, если нужно. А когда ты лезешь к святыне, святыня перед тобой сдастся. Но ты потом сильно удивишься, откуда все это взялось. Почему я так грешу, как я раньше не грешил, еще до святыни. Это вот нам, пожалуй, уставам в Россию. Это его урок. И, конечно, урок бесстрашия перед властью. Не нужно хамять перед властью. Власть нужно уважать. Ее даже и бояться надо, если честно. То есть, как простой обычный человек, ты должен уважать власть. И испытывать к ней какой-то такой священный трепет, потому что это мистика. Власть – это тайна. Это великая мистика вообще. Как это все устроено и почему Бог так учредил там. Это надо все уважать и понимать, что это все не просто так. Но при этом нужно знать, что Христовы законы, они выше всего. И надо иметь смелость говорить об этом тем, кто на это поставлен. Даже не я, а что там я вот стою пищу перед вами. Есть побольше меня, которым сам Бог велел эти слова сказать. Потому что как бы ни была велика власть, а все мы смертные люди. И как бы высоко не стоял человек, он все равно боится, когда про него узнали что-нибудь не то. Когда он набедокурил и про него узнали. Боится человек. Как бы ни высоко не залез человек, он все равно не хочет, чтобы его не любили. Хочет, чтобы любили. Поэтому Павел говорит Тимофею – обличай, вскрывай, ругай, запрещай. Некоторых страхом спасай, некоторых на ухо увещевай. И так, и так. Чтобы люди имели страх Божий, это властям тоже надо. Чтобы церковь имела морально-нравственный авторитет. Чтобы к ее голосу прислушивались. И чтобы она, если уже скажет, так скажет так, что всех напугает. Это хорошо. Пока что мы себе этого не заслужили. Пока мы только в книжках про это читаем. Ну а что будет завтра, это будет видно. Но однозначно, конечно, церковь должна быть выше всех, над всеми, через всех. И должна власть свою духовную употреблять на пользу народа. Для того, чтобы не распускались люди. Ни наверху, ни внизу. Повторяю, одних на ухо, а других превселюбных. Вот то, что мы успели сегодня сказать про святого Мавросия Медиаланского. Благодарим тебя за прожитое, благослови и наступившую седмицу. Ибо сегодня началась новая седмица нашей жизни. Новая седмина нашей жизни. За прежнее спасибо, а будущее благослови. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова